Твистайте их наверх, большие-маленькие любители крупных калибров. Александр Петров с вами, у меня в гостях Дмитрий Донской. Советский крейсер 9 уровня, ну, по классификации. Легкий крейсер, вроде как бы продолжение Чапаева. Не был он построен, проект 65. И в нашей игре корабль занимает, ну, такое промежуточное место между советскими легкими крейсерами и Москвой. Отличается от легких крейсеров, он, пожалуй, наверное, только вооружением. Здесь стоит уже орудие калибра 180 мм. Это вроде как бы еще и не 203, но уже и не 155. Ну, и во всем остальном корабль очень сильно напоминает предыдущие кораблики. Соответственно, он не особенно живучий. Он стреляет далеко, имеет более-менее неплохую баллистику. Ну, и более-менее неплохое ПВО. У него есть уже хилка появляется, и в связи с этим он чувствует себя все-таки, наверное, немножко лучше, чем его предыдущий товарищ Чапаев по живучести. Но и по размерам, и маневренности, и, самое главное, незаметности, он Чапаеву значительно уступает. Почему делаю видео по этому кораблю? Дело в том, что один из зрителей попросил в комментариях, которые сделали гайд по Донскому, давно не было никаких гайдов. Ну, и действительно, корабль достаточно противоречивый, потому что, в первую очередь, главный вопрос, что делать с инерционкой? От предыдущих у нас с вами кораблей, у нас остается инерционный взрыватель осколочных фугасных снарядов. На Москве он не нужен. А нужен ли он на Донском? Вообще, если честно, какое-то время назад я бы сказал, да нет, конечно, не нужен. Потому что 180 мм пробивает практически все, что должно пробивать там и 203 мм. Но как-то вот так вот устроена наша игра, что если вот чисто брать по статистике, то вот с инерционкой он пробивает что-то, а без инерционки он нифига не дамажит. Поэтому, в принципе, я не советую менять что-либо у командира. Если у вас командир идет с Чапаева, не надо ничего менять, оставьте все как есть, оставьте инерционку. Дойдете до Москвы, уже поменяете перки на более линкорные, возьмете там, скажем, противопожарную подготовку, может быть, здесь какие-то там еще основы борьбы за живучесть, что-то такое возьмете. А здесь на Донском пока оставьте все как есть, инерционка вам в любом случае не помешает. Что касается модулей, здесь, опять же, все на ваш выбор. Вы можете здесь поставить и дальность стрельбы, можете поставить скорострельность. Вообще, если честно, я, наверное, все-таки предпочту дальность, потому что, ну, жить-то больше хочется издалека настреливая. Дальность стрельбы 26 км. Может быть, оно, конечно, немножко излишно, но Донской настолько гигантский корабль, настолько он впитывает урон, что очень хочется быть как можно дальше от боя. Все у нас забронировано 25 мм, легкий крейсер, есть бронепояс 100 мм, ну, и небольшой носовой бронепояс 35 мм. В принципе, все это несерьезно. Легкий крейсер, как ни крути, обязательно для легкого крейсера мы здесь берем две вот этих штуки. Руль машины и руль машины 2, потому что маскировка, которую мы там сможем сделать чуть больше 11 км, нас спасет в гораздо меньшей степени, нежели чем эльфийские рули. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, обязательно берите здесь эльфийские рули. Ну, здесь под вопросом, кто как больше привык стрелять, может быть, кому-то тяжеловато стрелять на 20 км, можете взять и перезарядку. Может, просто и не нравится такой механизм игры. Что еще нового на Донском? Появляются 8-километровые торпеды. Они, в общем-то, медленные, слабенькие, но их 5 штук на борт. И как средство, скажем, последнего нанесения урона, они достаточно неплохо работают, потому что, действительно, если Донской приблизился кому-то на 8 км, скорее всего, обратно он уже не уйдет. То есть сбросить торпеды перед смертью, это ему поможет. Что касается главного калибра, вот эти вот 180-мм пушки очень хорошие, и у них очень хорошая, во-первых, как видите, баллистика, 920 метров в секунду скорость, и очень неплохая пробивная способность на бронебойках. Это, конечно, не 203 мм, но, тем не менее, более-менее все неплохо. Здесь есть ПВО, но, опять же, как я часто говорю, количество авиков не стоит даже заградки, чтобы ее было брать. И вот эти пушки, они, в принципе, справляются с тем, что прилетит и без заградки. Конечно, если это будет, скажем, 10-й авик, Донского утопить он сможет, потому что, разумеется, Донской не особо маневренный корабль, длинный, 870 метров. Но, тем не менее, вот перекладка руля 5,1 секунду помогает ему более-менее как-то с этим справляться. Ладно, друзья, пойдемте в бой, поставьте лайк, если вы любите по-прежнему живые гайды в моем исполнении. Боюсь, что сейчас нам еще авиков поднабросит. Но, если честно, вот как раз мы сейчас и проверим такую сборку, потому что здесь у меня стоит именно гидроакустика, Мидвей и Хакури. Опа-па. Ну вот, как раз и проверим мою теорию относительно того, имеет ли смысл брать заградку, или же все-таки можно обойтись и без этого. Нам бросают противники два. Мусаша, Миссури, Конквер и Бисмарк. Я имею в виду из линкоров, из того, что мы будем жечь. И первая цель, конечно же, для Донского, это, конечно же, линкоры с дальних расстояний. Именно этим он и должен заниматься. И ни в коем случае не приближаться куда-то в более близкий бой, потому что у корабля катастрофически мало ХП. 43 400. Ну, в общем-то, сравнимо даже с некоторыми тяжелыми японскими крейсерами на седьмом уровне. Допустим, у Миока около 40 тысяч ХП. Ну, в общем, ХП здесь заканчивается очень быстро, потому что корабль кушает не только ББшки, и цитадели из него достаются замечательно, но и фугасы, которые к нему прилетают, вытряхивают из него последнюю душу практически. Вестань всех наверх! Большие и маленькие любители крупных калибров. В моих планах сейчас пойти по левой стороне нашей с вами карты и там при помощи своих орудий сжечь все, что попадется нам на дальнем расстоянии и за счет маневра пытаться уйти от вражеских снарядов. Опять же, именно вот фишка этих читорулей, а не маскировки, в том, что в любом случае мы будем светиться, потому что засвет очень далекий, 20 километров с лишним, и любой выстрел у нас все равно, мы будем обнаружены шансы того, что найдем какой-то хороший красивый остров, из-за него там будем долго и упорно стрелять, этих шансов немного. Так. Ну, как бы я вот не знаю, вот может быть сюда кто-то все-таки... Алло? Пойдет? Нужна ваша помощь. Господа. Ага. Как бы намекнуть этим людям, что им нужно пойти на... Ку-ку. Ку-ку, мой мальчик. Нет, никто не... А ведь заманивай на Миссури. Да-да-да, прямо вот... А Миссури прям ждет, когда к нему прилетит авик. Ну, авик, к сожалению, пролетает нечасто. Все, нормально, бисмарк в засвете. Самое интересное, что у меня дальность стрельбы не сильно меньше, чем у бисмарка, примерно, по-моему, даже такая же. Можем уже открывать по нему огонь и стрелять. Почему нет? Вот как раз как мы и планируем вести этот бой. Ну, мы располагаем к этому. А уж как там все это пойдет, это мы сейчас выясним на живом примере. Посмотрим, получится у нас не получится. Бисмарк дает залп. Бисмарк дает сильный, что... Акклоп на нас надвигается. Хорошо. Ну, безусловно, попасть с такого расстояния с первого залпа сложно. Бисмарк сейчас будет прицеливаться. Да и мы тоже пристрелимся. Надо все-таки держать немножко пониже. Да. Расстояние больно дальнее. Надо все-таки как-то пониже немножко брать. Но Бисмарк понял, что история так себе. Попасть будет сложно. Ну и нам достаточно сложно попасть. Вот только начинает наши первые снаряды долетать уже до Бисмарка. Сейчас зайдем вот за этот остров. Да, впереди никаких эсминцев там особо нету. И первый поджог. Пошел. Домашка капает. Вот именно за счет вот этих вот поджогов ну, Бисмарк, понятное дело, упоролся. Он, я думаю, сейчас быстро достаточно закончится. Я Бенсона. Да и вообще, честно говоря. А вот Ави, кстати, торпедирует Бенсона. У него все нормально. Мне интересно, Дзаву Таллинс позволяет по мне стрелять или нет. Я, в общем, наверное, уже сейчас буду отворачивать на другой фланг. Потому что здесь, кроме Бисмарка, нету ни одного линкора. И мне совершенно неинтересно заниматься здесь крейсерами. Не мой это клиент. В крайнем случае там по эсминцам можно пострелять. Но, определенно, Бисмарк это единственное, что было мне здесь интересно. И оно закончилось. Да, друзья, не играйте так на Бисмарках. Это неправильная тема. Тем не менее, 5800 всего мы настреляли. Но это потому, что был наш первый поджог. Если бы, возможно, Бенсон там немножко его пощекотал, как-то могло быть и лучше. Но мы имеем то, что имеем. Делаем залп по залу. Как видите, баллистика просто выше всяких похвал. Советские артиллерийские крейсеры в этом плане замечательно себя чувствуют. И проблем с попаданием даже на таком большом расстоянии абсолютно никаких нет. Запросто. Запросто стреляем, запросто попадаем. Вообще совершенно никаких проблем. Главное только пристреляйся и все. И уже история будет на твоей стороне. Итак, друзья, идем мы в другую сторону, к сожалению. Ну вот, знаете, кто мог предположить, что на эту сторону не пойдет ни один у нас с вами линкор? Кто мог это предположить? Никто. Мусаша умудрился слить Каролину, которая была же на этом фланге вроде. Или нет? Мне показалось, что Каролина была где-то здесь. Ну хорошо. Прошло. Да, но она была и сдохла вон. Нихрена себя она сдохла. Вот это шоу. Если Бавик хотя бы немножко посвятил бы, как бы, вот, в ту сторону, не знаю. Или, может быть, Бенсон. Или, может быть, ну, не знаю, хоть кто-нибудь. Нет, засвета нету и мы идем... Смотрите, у них Москва. О, закончилось. У них было какое-то смешное количество ХП. Минотавр пошел на центр. Так. Минотавра мы очень даже можем сейчас пожертвовать как вариант. А где находится наш Айвик? А, наш Айвик собственно пошел сливаться. Ну, я, знаете, я даже вот прям затрудняюсь сказать, как же лучше поступить с нашими игроками, потому что Медвей сейчас засветится, его заберут два крейсера. Соответственно, с той стороны все линкоры ушли на десятую линию, видимо, планируют высадиться на берег, на остров, который находится на линии. иначе я просто затрудняюсь сказать, какой же у них план. Ну, и четыре линкора идет в одну сторону. Ну, вот смотрите, Мусаши конкурер Миссури. А, и где-то еще один, которого не видно. Ну, ладно. Окей. Что можно сказать? А, вот он. Вот Мусаши. А, видимо, вот этот Мусаши как раз и забрал норку, залпанув там за 3-9 земель. Да, такое бывает. Давайте делаем залп по Рону. Урон тоже отменная баллистика, но дальность стрельбы, я думаю, что его уже немножко будет подводить сейчас. Более мы играем на отход, а он нас догоняет. Попробуем пострелять, все равно мне тут как бы ничем это абсолютно не грозит. У нас заканчивается еще один линкор, между делом. Есть попадание. Фантастическая баллистика, просто фантастическая здесь вот. вообще абсолютно никаких проблем с попаданиями. Вот у Рона есть проблемы с попаданиями? У меня нет. Единственное там светится. Ну что ж, Минотавр сейчас поиграет, очевидно. Можно было, конечно, зайти с другой стороны теории. Можно было. но зачем? Медвей сейчас настанет кирдык башка, потому что у него вот как бы там вот, ну вот, как бы, не знаю, такой вот рон там. на 25 километров мы еще видим, кстати, где этот рон? Вот он подворачивает под наш остров. Заву забирает бенса. Ну, Минотавр сейчас тоже, соответственно, закончится, и все. самое, что вообще возможно плохое для нашего друзья корабля, это циклон, потому что в этом случае Донской становится жертвой обстоятельств, ему приходится идти вперед. А этого Донской делать совершенно не хочет, прям вот абсолютно, поверьте мне. Идти вперед на Донском это прям вообще печальная история. И, как я понимаю, что он там даже Хакурю, кстати, видно, именно это нам сейчас и предстоит делать, потому что видите, дальность стремительно сокращается у нас за света. И по мне идет залп от Миссури. Ну, может быть, не по мне, может, по Атага. 8 тысяч. Ну, не так уж и больно. Где-то, наверное, два пробития было по мне. Не страшно. Давайте заберем Миссури и не знаю, что дальше, потому что встреча с тем же там Мусаши, допустим, в ближнем бою для меня это ну, так себе история. Дает еще один залп Миссури. Наша задача отвернуть на своих 15 километрах воспользовавшись рулями. Ну, ошибку совершает немножко здесь Миссури при стрельбе. Кстати, посмотрите, достаточно неплохо поворачивается орудие корабля. Вот, Миссури добирает Миссури. Орудие корабля неплохо здесь поворачивается, но теперь увы, что нам остается делать? Космо говоря, не очень понятно. Встретить Мусаши и умереть можно, конечно, с одной стороны. Ой, зачем я сдал РЛС? Да, мимо, мимо кнопочки попал. Ю и расположены слишком близко в этом случае. Ну, ладно, ничего страшного. В любом случае, РЛС не РЛС, там есть у нас АТАГО и Мусаши. О, здесь у нас есть самолеты. Возможно, мы Леону даже немножко здесь поможем. Может быть, если их увидим. Вот они. Вбиваем один самолет. Пробует засвет на АТАГО, я так думаю. можно попробовать сдать какие-то торпеды в ту сторону. Ну, как-то вот так, наверное. Если честно, я вот с АТАГО сближаться совершенно не хочу. Вообще, прям, ноль желания. Пытается тут как-то. Ну, вот видите, да, то есть ПВО неплохое, да? ПВО есть. Можно им пользоваться. Перезаряжаем на ББшке. Здесь АТАГО, большое количество урона нам нанесет своими фугасами, потому что это АТАГО. Ну и давайте попробуем дать ему ПОЖАРЫ ПОТУШИТЬ. Попробуем дать ему ББшек. Вот так вот, 14 тысяч до свидания. Неплохо. Ну, он, кстати, и торпеды еще мог поймать. Ну, нет, наверное, не мог бы уже. Ну, может быть, немножко мог. Сейчас-то надеемся на что? То, что Мусаша будет смотреть в сторону наших линкоров, а мы попытаемся выйти сзади и немножко его пощипать. Ну, это как бы такой план. Не знаю, правда, отработала бы РЛСК, возможно, нам было бы немножко легче в этом плане. АВИК там все продолжает массировать нашего бедного Леона, а Мусаши все никак не догонят меня здесь. Ямад с Миссури ведут уничтожать ЗАО на левом фланге на точке А, и мне вот прям ну, очень интересно, где же все-таки вражеский Мусаши? Хорошо бы, если не здесь. Как говорю, зато здесь, и это неплохой вариант для нас немножко получить дамаги, если все-таки Харикадзе его не заберет. Может, конечно, забрать. Ну что, давайте сдаем РЛСК и обнаруживаем Мусаши. Вот он. Обнаруживаем. Мусаши нас не видят. Заряжаем ББшки. Есть вариант пробить ББшки. Мы прям. Стреляем. Че там по АВИКу? 7000, как видите. Все прям более чем отлично происходит. Харек пытается что-то там ББшками сделать, но особого успеха в этом не достигает. Ну что ж. Кидаем торпеды. Идем отрабатывать ОКОРЮ. ОКОРЮ, конечно, я думаю, очень хочет забрать Харька. Но, если честно, я абсолютно не против этой ситуации. Харек какой-то вяленький такой. Совершенно он не хочет уничтожать авианосец. Почему-то у нас снаряды, как обычно, ложатся не туда, куда хотел. просто бывает куда-то вниз вместо того, чтобы лететь куда-то в борт. все нормально. Есть контакт. Забираем вражеский авианосец. Я думаю, что можно включить немножко филочки и подождать Кагера, который будет где. Надо найти Кагера. Кстати, два линкора, а вот Кагера, два линкора идут встречать и развлекать нашего с вами авианосца, который уже который круг уже пытается навернуть, найти, куда же пойти и податься. Один с цитаделей из Хакури достаем мы нашими орудиями, как я и говорил, что вот в плане пушек Донской очень неплохо себя чувствует, что фугасы, что ББшки, ну а если фугас с инерционкой, то он прям контора просто в восторге от того, что происходит. Замечательно все у него отрабатывает. Идем мы пытаться что-то сделать с вражескими линкорами, они там идут такой достаточно большой и хорошей группы, и это мне очень нравится, то что у нас будет еще немножко времени, я надеюсь, пострелять по кораблям противника, сильно не оказавшись за свете. Почему? А мы вот сейчас сделаем дальность действия РЛС. Вот. И она уже позволяет не стрелять по Кагера, но я пока не хочу этого делать. Рикадзе сейчас заберет, наверное, точку Д. Нам бы хорошо, если бы кто-нибудь слился еще. Было бы, в принципе, неплохо. Не лезьте, по очкам вытащим. Ну, в принципе, конечно, это правда. Мы вытащим по очкам, но зачем нам это нужно? Мы не хотим вытаскивать по очкам. За счет циклона здесь действительно вот такая вот дуэль по очкам происходит, потому что корабли не видят друг друга и не могут уничтожить. Да? А вот мы видим, наверное, кого-то. Минца видим. Ну, эсминец это, наверное, не то, что бы я хотел, но тем не менее. Давайте немножко по ним постреляем. Попробуем попасть. Маневрирует Кагера. Маневрирует прям красиво так. Не хочет сдохнуть от попадания. Слабовато. А ловите лучше. Сейчас там авианосец будет развлекать наших. У Саши я думаю, что у него это прекрасно получится. Кагера мы пока что не видим, но это нам ближайший клиент, которого мы скоро даже будем встречать. 100 тысяч урона настрелянно, не особо напрягаясь, кстати, абсолютно. То есть нам практически даже не было куда пострелять, мы просто разобрали авианосец. Но поверьте мне, что если была возможность пожечь из далека какие-нибудь более любопытные корабли, я думаю, мы бы это сделали с удовольствием. Все заканчивается уже у нас с вами заканчивается с вами бой, но я думаю, еще немножко до магии мы должны чуть-чуть высосать хотя бы из этого Мусаши вариант. Огонь и последние залпы. А, нет, кстати, смотрите, таран. Таран, таран, таран. Это значит, что Мусаша даст нам еще немножко хп, который мы сможем из него достать. да-да-да-да-да, давай, и нет, все. 109 тысяч хп. Ну, вот так вот, друзья. В общем и целом, поверьте мне, что мы сейчас так хорошо себя чувствовали на Донском, только за счет того, что грамотно играли в плане расположения своего корабля. Не лезли вперед, держали максимальную дистанцию, и несмотря на то, что 100 тысяч настреляли, мы практически в середине списка, потому что, ну, мы просто убили авик, вот и все. Никакого особо такого суперпрока от нас не было. Тем не менее, корабль был достаточно приятный в плане игры, но я его прошел за свободку, потому что такой геймплей мне не очень нравится, мне вот не очень нравятся эти дальние пострелушки. Тем не менее, кому-то это, возможно, заходит, так же, как и все остальные советские корабли. Если это так, поставьте лайк, увидимся с вами в открытом бою. С вами Александр Петров, до новых встречи, пока-пока.